Главное управление ВАД России по Самарской области Представьте пожалуйста Представьте пожалуйста Вы отказывается представляться Говорите свои установочные данные Цель вашего визита в данный офис Правильно я понимаю? Соответственно Вам передавали в указанном офисе Какие-либо денежные средства Управление экономической безопасности По Самарской области На протяжении некоторого времени Документировалась деятельность преступной группы Которая занималась Вымогательством Денежных средств В коммерческих целях В дочках Роснефти По словам начальника регионального главка В рамках оперативной разработки установлено Что фигурант, руководитель одной из дочерних фирм ОАО Нефтяная компания Роснефть Александр Нильский Требовала от представителей коммерческих организаций Незаконное денежное вознаграждение В размере 20% От сумм средств Перечисленных на расчетные счета фирм За выполнение инженерно-технических работ По сопровождению деятельности На объектах трубопроводного транспорта Сама компания Она аккредитована компанией Роснефти Как управляющая компания Которая занималась Обеспечением технического надзора И различных работ Результатом которых Стало это вымогательство Вчера совместно с сотрудниками Седьмого числа Совместно с сотрудниками ФСБ И представителями службы Собственной безопасности Службы безопасности Компании Роснефти Были проведены мероприятия И данная группа задержана В частности сам Генеральный директор И его компаньон И сумма взятки Коммерческой организации Статья 204 Составляла 18 миллионов рублей Таких сумм я думаю Что на территории Самарской области Не было никогда И надо понимать Что сегодня В этой ситуации Какие объемы В том числе Получение взяток В коммерческих целях Существуют На территории Самарской области Как сообщил генерал-лейтенант полиции Оба подозреваемых В настоящее время задержаны Решается вопрос Об избрании им меры пресечения Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации По Самарской области Возбуждено уголовное дело По статье 204 Уголовного кодекса Это Та же взятка Коммерческой организации Сумма надо себе представлять 18 миллионов И Результатом вот этой большой Самместной работы Стало Вчерашнее задержание При производстве обыска По месту фактического проживания Александра Нильского Обнаружено и изъято 13 свидетельств О праве собственности На квартиры, земельные участки И нежилые объекты недвижимости 7 договоров долевого участия В строительстве объектов недвижимости И документы, подтверждающие Полную оплату объектов недвижимости 5 ПТС на транспортные средства Иностранного производства Зарегистрированные на членов семьи Наличные денежные средства В сумме более 230 тысяч рублей 4 пластиковые карты Различных банков С кодами доступа Документы, подтверждающие Наличие сейфовой ячейки Для хранения ценностей Документы, подтверждающие Осуществление наличных платежей От имени Александра Нильского На сумму 55,5 миллионов рублей В настоящее время У следствия есть основания полагать Что общая сумма вымогаемой взятки Составляла 20 миллионов рублей Следствие по делу продолжается Мы понимаем и знаем Все проблемы Связанные с хищением Добычей нефти Но в том числе И в тех управляющих компаниях Которые сегодня призваны И аккредитованы Роснефтью Для обеспечения Деятельности Всех 30 дочек Роснефти Эта работа на системной основе Будет продолжаться Мы совместно С контролирующими органами Спецподразделений В том числе у ФСБ И служб безопасности Активно наращиваем темпы В этой большой работе Вчера они были задержаны По статье 91 Несомненно им были Преверные обвинения Проведены первые Обысковые мероприятия Надо понимать суммы Суммы, объемы Этих Скруджей Макдаков Я их называю На территории Самарской области И мы с этими скруджами Будем здесь бороться Субтитры создавал DimaTorzok